здравствуйте друзья сегодня у нас 31 марта четверг и как всегда последние новости такое впечатление что американские и британские спецслужбы никак не успокоиться и желает продолжать кошмарить путина кремль его ближайшее окружение своей осведомленностью еще не утихли дебаты помимо по поводу того как американцы узнали причем в деталях и практически точно о предстоящей путинской агрессии против украины как начала появляться новая разведывательная информация которая свидетельствует о том что американцы и англичане продолжает получать конфиденциальную информацию чуть ли не из самого бункера на этот раз они выступили дуплетом американские и британские спецслужбы сначала в австралии в канберия выступая в университете директор GCHQ джереми флеминг поделился тем что известно его ведомству я вам напомню что GCHQ является британским аналогом агентства национальной безопасности соединенных штатов то есть электронная разведка это пожалуй вторая крупнейшая самая мощная электронная разведка в западном мире после американской так вот он в целом оценивая ход так называемого провалившегося блицкрига путина он обратил внимание на полную фактически дезорганизацию со стороны путина по мнению сэра флеминга это было и есть колоссальная стратегическая ошибка за которую долго будет расплачиваться и он и его страна и по нарастающей российский народ но и к сожалению украина и народ украины очень живописал интересно на ситуацию в российских вооруженных силах текущую ситуацию шеф шеф GCHQ по его словам главная проблема это невиданная деморализация на втором месяце военных действий встания значит российских войск солдаты ломают боевую технику для того чтобы не идти в бой моральный дух низок многие отказываются идти в бой дезертируют голова тяпство достигает невероятных масштаба дошло до того что российские же военнослужащие по ошибке сбивают свои самолеты и сознательно выводят из строя боевую технику новая порция информации которая которую анонсировал господин флеминг состоит в том что вот сейчас настоящее время британцам известно о том что вы раз военно начальники путинские не докладывают ему о том что реально происходит на поле боя но из этого британии соединенных штатов штатах делается вывод о том что путин поэтому не может принимать адекватных решений но я вот слушаю то что они сами говорят и так подозревая и зная бюрократическую жизнь изнутри российской власти она не меняется она такая же как и в советской власти при советской власти только еще хуже так вот у меня такое впечатление что вполне возможно тут 50 на с одной стороны может бояться а с другой стороны они намеренно ему не докладывают даже не из-за боязни а потому что бесполезно ее докладывать человек может в они могут его воспринимать как идиота которому давай информацию не давай и может быть лучше не давать информацию адекватную потому что если ему дашь так вот такое натворить что потом не расхлебаешь то есть тут палка о двух концах но в любом случае поскольку вот этот человек бункерный фактически не владеет адекватной информации о том что происходит в реальной жизни на поле боя принимать адекватных решений он не в состоянии вот чем смысл чем смысл вот этих сливов британской и американской разведок это вообще смелая то есть я вам скажу так что в истории американских и британских спецслужб вот то что сейчас происходит последние два три месяца это самый массовый слив разведывательной информации которая подчас ставит под угрозу историю этой информации а это святая святые в деятельности любой спецслужбы то есть администрация соединенных штатов правительство великобритании считает что слив этой информации более важен нежели даже источники но вот предлагаю вам я продолжаю думать у меня нет однозначного ответа что это за вот стратегическая цель насколько она должна быть колоссально важна ради которой совершается этот слив ну показать что человек неадекватный не может принимать адекватные решения окей но это полезно знать американцам и британцам но зачем это делать публично я этого не понимаю довести эту мысль до путина но вряд ли она будет доведена потому что насколько подозревает и британцы американцы он интернет не слушает и не читает поэтому что толку может быть это какая-то попытка пошантажировать ближайшее окружение путина то есть они знают кто именно не докладывает адекватную информацию правдивую путину следующем сливе они могут назвать и имена ну то есть тут можно еще поговорить и подумать но вот такая ситуация то есть что что происходит в бункере является открытым для британцев и для американцев потому что накануне выступила директор по коммуникациям белого дома которая сказала то же самое что путин ну как они говорят изолирован ему не докладывают что происходит на самом деле поэтому вот вот такая вот ситуация и поэтому российские войска терпят поражение на поле боя кстати значит напомню вам и давайте будем ждать с нетерпением этого важного события директор флеминг сказал что его ведомство ближайшее время собирается опубликовать глубоко как он выразился секретные сведения о том что происходит в бункере но то есть у меня вот такое впечатление что в бункере ситуация уже примерно такая как в последние годы в последние месяца может недели второй мировой войны войны когда спрятавшийся в своем бункере фюрер бесновался выдумал там совершенно сумасбродные несбыточные планы а его ближайшее окружение просто боялась ему что-то сказать потому что но расстрелять он еще успеет пока рухнет этот режим им хотелось дожить еще хоть немножко до конца поэтому боялись ему докладывать слушали его бред и все все с ужасом думали а что же будет дальше то есть это накануне полного краха вот такая у меня складывается впечатление что же примерно то же самое происходит и в путинском бункере британская вчера же британское министерство обороны опубликовала свою оценку того что происходит на поле боя в украине я меня зачитаю буквально дословно оно было опубликовано в американском издании usa today и так цитирую некоторые российские военные подразделения понявшие тяжелые потери в украине были вынуждены вернуться домой или в беларусь для пополнения запасов что оказывает дополнительное давление на и без того напряженное материально техническое обеспечение в россии говорится в отчет в оценке министерства обороны великобритании эти проблемы свидетельствуют о трудностях с которыми сталкивается россия при реорганизации своих подразделений в передовых районах на территории украины москва вероятно продолжит компенсировать сокращение возможностей наземных сил за счет массированных артиллерийских и ракетных ударов кавычки закрываются отцена комментируя недавнее заявление шойгу о том о планах по сокращению военной активности в киеве и в окрестностях и переориентации что ли на боевые действия восточной украине пентагон заявил что было выведено отведено от киева на настоящий момент менее 20 процентов но я вам рассказывал свое мнение в прошлом видео которая основана на других оценках американцев же и британцев которая состоит в том что все эти при дислокации живой силы от киева возможно чернигова они никоим образом не могут сильно укрепить позиции агрессора восточной европы восточной украине потому что отводится деморализованные практически уже не боеспособные части о котором вот что что подтверждает только что зачитанное мной вам заявление или оценки министерства обороны великобритании сегодня большая новость мы ждали эту новость каким образом закончится конфликт разгоревшийся в результате категорического требования бункерного стратега о том чтобы завтрашнего дня европа g7 расплачивались за российский газ в рублях ну и новость первая поступила из германии германия и официальный представитель министр экономики и энергетики однозначно заявил в неприсущем для немцев дерзком тоне что путин сливает воду в отношении своего требования о плате за газ в рублях ну а потом последовало словоблуде из москвы ну короче говоря ситуация такая как и платили европейцы за газ в евро так они и будут платить но для того чтобы как-то вылезть из этого ситуации в москве придумали отмазку то есть европейцы будут платить в газпромбанк в евро а потом газпромбанк будет продавать это евро значит на валю на 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 рынке в москве и уже эти рубли будут передавать там куда дальше то ли в бюджет то ли одному богу известно ну то есть европейцы платят в евро а что дальше делает российская сторона газпромбанк или не газпромбанк это европейцам не касается пусть едят пусть растопят этими евро баньку там ну ну что угодно но 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 это не выполнение то есть путинская идея состоял в том чтобы сами европейцы выходили не газпромбанк сами европейцы выходили на валютный рынок россии приобретали там рубли но и этими рублями платили вы может быть спросите а в чем разница разница в том что путин поставил ультиматум это уже большая разница на которой мы сказали пошел вон ультиматум мы от тебя принимать не будем это большая разница второе тут же такое дело вы знаете путина значит сделай ему одну уступку и коготок завязнет и после этого он начнет раскручивать это и требует другую уступку ну например если бы европейцы согласились платить в рублях то возможно через неделю ему бы сказали они приходят со своими евро на валютный рынок в москве а им говорят а мы для вас специальный курс установили теперь одно евро будет стоить 64 копейки как свое время 70 начале восьмидесятых в москве был официальный курс доллара скажем на или или за ваши евро мы можем дать максимум три рубля вот вот и все короче говоря европейцы показали твердость g7 показала твердость и путин сломался то есть это вот пример наглядный западу как надо разговаривать с бункерным причем он же предпринял накануне и давление на европу буквально на следующий же день после того как она он объявил это требование или ультиматум расплав выплате в рублях полностью прекратилась подача газа по газопроводу из ябала который идет в германию немецкий пункт мальнов правда по другим двум газопроводам с северный поток один и потом один еще один газопровод который идет словакию газ шел беспрерывно но один один газопровод остановили вырубили чтобы показать серьезных на мне серьезность намерений путина не получилось ну и наоборот наоборот вот эти все маневры еще раз показали европейцам что надо резко прекращать все газовые нефтяные угольные контракты с мордором в этой связи сегодня польша объявила о том что она в одностороннем порядке без решения ес что является незаконным и поляки подчеркнули что они понимают что это незаконно в соответствии с правилами ес они вода но они устали ждать и поэтому в одностороннем порядке прекращают закупки угла из россии а польша ни много ни мало является вторым крупнейшим импортером российского угля и доля российского угля в ее балансе составляет где-то примерно 20 процентов все польша надоело и она с этим делом заканчивает ну и плюс на этой неделе больше предоставит вернее опубликует свои решения о том как она будет прекращать полностью импорт российского газа и нефть который составляет 50 и 60 соответственно процента в ее энергетическом балансе то есть процесс идет по нарастающей американцы готовятся к полному вытеснению российской нефти что может быть сопряжено с резким повышением цен на нефтепродукты и даже к какой-то какому-то дисбалансу на мировом рынке в этой связи америка ожидается что сегодня президент байден объявит о ежедневном выбросе из стратегического резерва сша по одному миллиону баррелей это будет продолжаться каждый день по миллиону баррелей в течение полугода примерно 180 баррелей будет выброшено соответствующие меры такие же аналогичные меры будут предприняты и некоторыми европейскими союзниками соединенных штатов поможет это полностью заместить российскую нефть или нет только одна эта мера вряд ли почему потому что но считается что если сократить россия поставляет в день на мировой рынок сейчас около семи с половиной миллионов и если сократить считаю уполовинить ее эти поставки путем прекращения закупок то рынок международный потеряет примерно семьсот двадцать пять миллионов баррелей за это время стратегические все запасы сша составляет примерно пятьсот семьдесят пять миллионов то есть за одного за 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 счет одних стратегических запасов ситуацию не решить но делать это нужно ну и там считается венесуэла и иран их нефть на подходе очень смешная интересная новость кадыров рамзан кадыров который заявлял публично о том что он побывал в украине и руководил там боевыми операциями своих головорезов и даже была опубликована фотография где он стоит на территории бензозаправки какой-то при она под открытым небом сзади бензоколонка и он на коврике молится но вот как говорил михаил жванецкий тщательнее надо товарищи потому что на бензоколонке нарисовано лого компании который принадлежит она бензоколонка компания называется пульсар эта компания принадлежит российской государственной компании рос роснефть и пульсар работает только на территории российской федерации а на территории украины ее нет таким образом вот этот фейк который был выдан за присутствие рамзана кадырова в украине на самом деле был снят в москве то есть я не утверждаю москве но на территории россии желающим познакомиться документально с этим фейком я рекомендую выйти на странице сегодняшнего номера газеты telegraph и там прямо вот эта фотография лавров лавров побывал ну как я анонсировал вчера он побывал в китае теперь направляется в индию в китае он принял участие ну во первых он повстречался со со своим визави китайским а затем принял участие в переговорах там еще были представители ирана пакистана узбекистана таджикистана туркменистана россии они говорили о афганистане вот знаменательное событие как писала китайская печать впервые с начала российской агрессии против украины за одним столом не рядом с друг с другом находились представители соединенных штатов и россии но обсуждали вот за тем столом они обсуждали исключительно афганский вопрос что касается переговоров лаврова и ван и его китайского визави то они судя по всему ну если полностью не провалились то закончились ничем это можно об этом можно сделать вывод на основании того что было опубликовано обеими сторонами сторонами по результатам этих переговоров опубликовано было вот что значит с китайской стороны вообще как кот наплакал обычно они там пытались распушить хотя бы создать видимость содержательности двусторонних контактов на самом деле значит было всего два небольших ну совершенно кратких заявлений первое это сделала китайская госкомпания си 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 тиви которая ссылалась на министра ван и который сказал поле в результатам встречи с лавровым что двусторонние отношения этих стран выдержали проверку временем в этот трудный час точка все затем на следующий день выступила выступил представитель министр министерства иностранных дел китая это аналог российской этой захаровой который сказал что нет таких высот которых не могли бы преодолеть совместные усилия россии и китая в борьбе за мир и безопасность блестящая фраза и какая она пустая ну и что толку но нет таких высот но летайте выше и выше боритесь за мир и безопасность где здесь содержание содержанием видимо тело туговато и после этого значит лавров направляется в индию где главная его задача впарить индии 15 миллионов баррелей российской нефти юралс китай покупает другую российскую нефть но пока не нарушая санкции индусам хотят впарить эти 15 миллионов причем это только для начала потом обещают будет гораздо больше 50 миллиардов только главное начать потому что девать ее некуда никто не хочет ее покупать идет естественно хотя нет официального эмбарго идет уже эмбарго из с низов за эту нефть предлагается невиданный чудовищный дискаунт или скидка в размере 35 долларов я объясню кто кто не в курсе дела обычно юралс торгуется с со скидкой по сравнению со стоимостью нефти марки бренд ну вот и обычно эта скидка составляет где-то ну 4-5 долларов этом нормальной ситуации после того как началась российская агрессия против украины и посыпились санкции юралс перестали покупать юралс россия объявила скидку 18 долларов и тогда все схватились за голову такого не бывает это чудовищно но потом через неделю появилось 25 долларов такого тем более не бывает и наконец скидка достигла 35 долларов что это значит ну допустим если сегодня нефть бренд стоит сто пятнадцать допустим гипотетически сто пятнадцать долларов за баррель то юралс российская сторона предлагает за юралс 80 долларов но только возьмите не берут если ваш шанс что индия купит что российская сторона очень надеется иначе все потому что в танкеры заполнены которых которые успели заполнить никто не покупает владельцы танкеров и страховая компания не хотят связываться с вывозом нефти из черного моря из новороссийска с критической ситуации если нельзя продать значит надо сокращать добычу сокращать добычу потом ее не когда когда надо будет его него не возобновишь как в саудовской аравии в россии это гораздо все сложнее а индия она мало используют российскую нефть вообще по традиции потому что ее нефти нпз они настроены на другую нефть это принципиально то есть там на целую реконструкцию надо для того чтобы переходить на другую нефть и индусы индусы как-то они в общем то не не особо и горят желанием но вот посмотрим чем закончится эта поездка лаврова причем идиотизм ситуации состоит в том что вот недавно буквально вчера крупнейшие ювелирные фирмы запада включая тиффани объявили добровольное эмбарго на покупку российских алмазов а это стратегический продукт российской федерации как также как он был стратегическим продуктом советского союза и вот теперь сегодня стоит треск в сми в радио российской федерации о том да на что нам этом мы через индусов будем свои алмазы запускать индусы огранят их и продадут как своим это же вдумайтесь какими надо быть идиотами для того чтобы серьезно рассматривать операцию вот таким образом через какую-то третью страну продавать на запад свои камни которые официально никто не берет зачем раскрывать эту операцию если она реально то есть вот мне такое впечатление что стоит треск анонсирование идет об операции которая заранее знает что она нереально но надо поддержать дух народа быдло массы чтобы они верили что все все как-то устаканится вот с этой же точки зрения на мой взгляд на это же направленное вчерашнее постановление подписанное мишустиным о разрешении так называемого параллельного импорта на самом деле разрешение контрабанды и ввоз россии контрафактной продукции ну что вот и будет контрафактная продукция вместо тайланола будет таблетки сделаны из мела и и так далее то есть пострадает российская федерация ну и это же лавочки не будет работать бесконечно то есть их рано или поздно за возьмут за соответствующее место и на это же нацелено вот эти разговоры о том как через иран все это будет делается как будут обходиться санкции но если вы действительно задумали обойти санкции но зачем же вы об этом болтаете зачем из иран еще подставляете короче говоря это разброд и шатание разброд и шатание которые я вот наблюдаю происходит в настоящее время в кремле и в москве вот на этом пожалуй позвольте закончить это видео буду езжать вас курсе дела до новых встреч как всегда славе слава украине ее доблестным вооруженным силам желаю всего самого наилучшего героическому украинскому народу который борется с мордором ну и также желаю победы вашей победы в своей собственной стране 15 процентов реальной интеллектуальной элите украины россии для которой это мордор такой же враг как и для остального всего человечества всем хорошего дорогие друзья победа будет за вами до свидания до новых встреч